Наконец-то! Вышла новая 181-я глава от Мураты. Честно, я обрадовался этой новостью, потому что я надеялся, что битва между Тацумаки и Псайкос наконец-то закончится. Но, увы, этого не случилось. Мы уже лет 10 как наблюдаем за их битвой, и Мурата никак не хочет её закончить. Есть ли хоть что-нибудь интересного в этой главе? Да, конечно, есть. Что самое интересное, это то, что в этой главе Мурата ещё раз показал нам Бласт во флешбеке Тацумаки. И ещё. Неужели Бласт не тот, за кого себя выдаёт? Интересно? Тогда скорее поставь лайк и подпишись на канал. А с вами, как всегда, Аниманго. И мы начинаем! Итак, вернёмся к обзору. Что нам показали в этой главе? Герои всё ещё сражаются против Псайкоса. Технорысер также гонится за ней, а Тацумаки на последнем дыхании держит купол вокруг города, чтобы не дать Псайкос бежать. В это время Геннесс прикрывает её как может, как защитил бы скидочный купон мастера Сайтамы. На место происшествия также пробивает серебряный клык Бэнг, его брат Бомб и адская Метельфубуки. Все герои С-класса удивились появлению этой группы на поле сражения. Атомный самурай обрадовался появлению Бэнга. Это было заметно по его лицу. А малыш-император в растерянности и спрашивает у старика, как они там оказались. Бэнг отвечает, что если его не пустили на пенсию, то они что, думали, что он не придёт? Самурай удивляется словам старика и спрашивает у мальца. «Э? Он ведь не участвовал только потому, что мы не смогли с ним связаться, не?» Ребёнок пытается ему объяснить, но Бэнг говорит, что он понимает их опасения насчёт того, что он может питать слабость Гарроу. Однако он заявляет, что им не стоит беспокоиться об этом, ибо он всерьёз намерен усмирить своего ученика. Он даже благодарит ребёнка за то, что тот не допустил его ранее на миссию, и что теперь у него есть шанс самому разобраться со своим учеником. Думаю, все вы знаете, кто с ним разобрался, а если нет, то напишите в комментариях, как думаете, кто усмирит Гарроу. Вернёмся на поле битвы. Фубуки со всех сил кричит и просит героев С-класса помочь своей сестричке Тацумаки, и думает, что она уже лишилась чувств. То есть, она имеет в виду, что она уже на грани смерти. В этот момент мы видим окровавленную Тацумаки, которая еле держит купол. Сайкос, которая из-за него не может улететь от техно-рыцаря и свалить от героев подальше, пытается сбить Тацу своими ракетами. Но рыцарь прикрывает её. К сожалению, одна ракета проскальзывает и пролетает прямо на неё. И казалось бы, всё уже. Настал конец ужасающему торнадо Тацумаки. Но не тут-то было. Наш кибердемон Геннесс моментально отбивает эту ракету, тем самым спасая нашу Тацумаки. Боже, как же эпично это выглядит! Ну согласитесь, ну сами посмотрите. Итак, Геннесс зовёт Тацу, но та уже в отключке. Далее мы видим флэшбэк Тацумаки 18-летней давности, где делали опыты на людей, да и не только. Как раз таки, один из подопытных, который является монстром или стал им, вырывается наружу и начинает уничтожать всё и вся вокруг. Все убегают прочь. Малышка Тацумаки просит, чтобы её выпустили, но те не обращают на это внимание и убегают. В эту же секунду к камере Тацумаки приближается тот самый монстр. Он замечает её и пробивает железную дверь своей здоровенной лапой. Уже смирившись со смертью, Тацумаки закрывает глаза. Но вдруг она слышит чей-то голос, который говорит ей, что она может уже выйти. Выйдя наружу, она замечает мужика, который, конечно же, является бластом. Рядом мы видим монстра, которого, судя по всему, он уничтожил одним ударом. Такие следы на монстрах мы обычно видим после удара Саитамы. Так вот, малышка спрашивает у Бласта, кто он. А тот называет своё имя и говорит, что он герой. Кстати, сложно не заметить этот чёрный куб в руках Бласта. Что это? Для чего это предназначено, я не знаю. Но далее мы попытаемся с вами разобраться с этим. Бласт произносит очень странные слова. Он говорит Тацумаке, что у него есть и обычная работа. А геройство, это так, хобби. Это вам ничего не напоминает, а? В этот момент Мурата явно даёт нам знать, что Бласть здесь не ради Тацумаки, а ради этой чёрной штуки в виде куба. И я вам скажу, что это очень странно всё выглядит. Во-первых, почему нам показывают этот куб крупным планом, именно когда он заговорил почти как наш Лысый Плэш? А что если это своего рода Тессеракт, как во Мстителях? А может Бласт всё-таки Саитама? Может Бласт путешествует по всей вселенной, уничтожая всё зло? И он это Саитама в будущем? И что если... Давайте так. Он может быть кем угодно. И я очень надеюсь, что в следующей главе Мурата покажет нам глаза Бласта, и мы наконец-то поймём, кто это. Напишите своё мнение в комментариях. Что же в руках у Бласта? И кем же он является на самом деле? Итак, вернёмся к манге. Бласт спрашивает у Татсумаки, почему та не использовала свою силу, а та отвечает, что она уже не может делать этого. Но наш Локи отвечает ей, что врать нехорошо, и что она не применяла её в надежде, что от неё отстанут и выпустят из клетки. Малышка Татсумаки вся в слезах говорит, что даже если она выберется, никому она не нужна. И даёт нам знать, что её продали родители. Судя по всему, их с Фубуки продали как раз-таки в эту лабораторию. И думаю, что Фубуки держат там же. Бласт кладет Татсу по голове и говорит, что её маленькая сестричка нуждается в ней, и что семью нужно защищать. Хочу вот что ещё добавить. Для тех, кто читал веб-комикс Ивана, думаю, вы поймёте меня. А что если Бласт является предводителем нео-героев, и этот куб является каким-то ядерным реактором, который придаёт ему силы, а точнее обеспечивает силу его костюму? Напишите в комментариях своё мнение. Извините, давайте продолжим. Бласт говорит Татсумаке, что каждый, кто обладает великой силой, должен знать. Не надейся, что в последний момент кто-то придёт и спасёт тебя. В этот момент Татсумаке начинает прийти в себя. Медленно приоткрывая глаза, внезапно она слышит голос Фубуки, который кричит ей держаться, и говорит, что они сейчас вытащат её. Торнадо Татсумаке приходит в себя и говорит, за кого те её держат. И придя в себя, она впадает в ярость. В то время, когда технорысер гонится за Псайкос под землёй, Татсумаке взмахом пальца обваливает землю над Псайкосом. Но та успевает отвернуться от атаки Татсу. Псайкос вылетает из тоннеля и пытается убежать от них, но Геннесс пробегает через мост и догоняет монстра. Он в буквальном смысле прыгает над Псайкос и хватается за неё. В эту же секунду их облетает рыцарь и тоже окружает монстра. В ту же секунду, когда монстр пытается сбить Геннесса своими хвостами, вооружёнными лазерами, в её спину цепляется технорыцер, тем самым прикрывая Геннесса. Мне кажется, или сейчас запахнет жареным. На этом глава заканчивается. Думаю, они уничтожат Псайкоса и в конце её добьёт Фубуки. Посмотрим, как нам это преподнесёт Муратка. Что ж, будем надеяться, что новая глава скоро выйдет. Ну, на этом наше видео подходит к концу. Друзья, обязательно напишите в комментариях ваше мнение по поводу новой главы. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok